Свежевыкрашенные стены и живые цветы. В подъезде шестого дома по улице Мяге чистота и порядок. Хоть экскурсии проводи, говорит председателем КД Людмила Чекмезова. Ремонт здесь сделали на деньги, которые собрали сами жители. Также заменили старые окна и ветхие коммуникации. Если хотите, чтобы здание было в отличном состоянии, нужно браться за дело самим, уверена Людмила Николаевна. Она точно знает, куда и на что пошла каждая копейка жильцов. Я прихожу, сажусь с ними, разговариваю. Иногда может сказать, что у нас сегодня неприемный день. Говорят, у вас неприемный, а у нас приемный. Может быть, в первые разы им не нравятся наши требования. Ну а потом все-таки понимают, что это надо делать. Деньги на счету есть с текущего ремонта. Ну и практически получается. По программе капитального ремонта в доме отремонтировали и крышу, утеплили и покрасили фасад. Хоть зданию и почти полвека, сейчас оно не уступает новостройкам. В управляющей компании Людмилу Чекмезову знают хорошо. Говорят, таких бы активных председателей МКД в каждый дом. Мы вместе с ней садимся, равномерно распределяем деньги. Первая необходимая работа, которую нужно сделать по текущему ремонту, за их и собранные деньги, средства. И получается, что если правильно распределен бюджет, соответственно получается и работа. О том, что система ЖКХ региона должна работать для людей, не раз подчеркивал губернатор Николай Меркушкин. Реформа местного самоуправления помогла решать проблемы на местах. Людям необходимо контролировать, как идет ремонт в их домах и на что тратят их деньги. Уже с десяток, если не сотню раз я говорил, бросить надо подходы, когда человек – это никто. Человек для нас главный. И какая его реакция будет в итоге? Вот два, может быть, три месяца сроку, и здесь должен быть полный порядок. Не будет, будут освобождаться люди. Ждать следующего капитального ремонта не будем, говорит Людмила Николаевна. В планах уже в этом году заменить стояки во всех квартирах и установить тепловой счетчик с терморегулятором. Лариса Шлафаст, Григорий Плешаков, События.